Значит, давайте с вами поговорим. Мне Ларисов сказал, что тут не только люди, которые просто интересуются литературой. Я хотел бы узнать, что прежде всего про вас. Потому что я, в общем-то, весь он я как на ладони. Потому что про меня можно прочитать в Википедии, про меня можно прочитать в моем Фейсбуке. И я все свои шаги, как человек цифровой эпохи, демонстрирую тут же. Но мне Лариса говорила, что кроме людей, просто интересующихся литературой и вообще жизнью какой-то такой, тут есть люди, которые переводят что-то. И переводили вас, а они потом почитают. И переводили меня. Это очень здорово. Поэтому, значит, давайте я расскажу о себе. У меня написано в Википедии, что у меня много, знаете, в Википедии всегда сыпят твои титулы. Филолог, политолог, драматург, писатель, журналист и так далее. Но это не совсем правильно. Потому что я просто писатель, а когда-то я был филологом. Я получил филологическое образование в Московском университете. Изучал, как положено, джентлмену латыни и греческий. И потом жизнь у меня сложилась так, что я был вынужден пойти работать в дипломатическую академию в Министерстве страны. И хотел преподавать современный греческий. Потому что, понимаете, оказалось, как очень интересно, что для изучения я по профессии занимался греческой полиографией. То есть я читал древние манускрипты, древние, средневековые. Но оказалось, что моя политическая и, так сказать, этническая компонента, папа еврей, родившийся в Нью-Йорке, совершенно не подходит для Академии наук. Нет, такие люди нам не нужны. Но зато Министерство иностранных дел, ради бога, пожалуйста, какие проблемы. Это вот такие вот странные парадоксы советской жизни, понимаете? Что вот в скромно отдел по изучению древних рукописей меня не взяли, потому что неблагонадежные евреи. А вот наоборот, преподавать в заведении без вывески, с допуском, преподавать, так сказать, греческий язык разным, так сказать, товарищам, важно, пожалуйста, сколько угодно. Я там проработал очень, так сказать, приятно. А потом я начал, там было хорошо, 6 лет, а потом я стал писать сценарии. Причем, главное, сказать честно. Знаете, я уже такой старый, что могу говорить честно. Сценарии я стал писать не потому, что я очень хотел стать писателем, а потому, а просто из-за денег. Я мать уговорила. Была возможность написать сценарий. Был заказ, как бы. У него какой-то был блац в телевизии. И я говорю, да что ты, зачем мне это нужно, сценарии писать? Я занимаюсь, я книжный червь, мне так нравилось, что я буду, я понимал, что там мало денег, мне очень нравилось, что я буду такой. Ну, не устроился я в Академию наук, устроюсь в какую-нибудь там, не знаю, библиотеку. Мне очень нравилось ходить, так сказать, в пиджаке с протертыми. Локтями. Я думал, вот. Она говорит, но денег-то сколько, говорит, смотри сколько. Я говорю, да, это серьезный разговор. Потому что, знаете, вспоминается замечательный вопрос, как писателя Семенова когда-то какой-то ему, какой-то человек сказал, я не продавался власти. Семенов сказал, простите, а вас покупали как-то? Я, конечно, не успел. Понимаешь? Ну вот. И поэтому тут очевидно, что многое зависит от суммы. Короче говоря, я стал писать сценарии. Писал довольно много. В основном инсценировки оригинальные тоже. Писал там четыре пьесы у меня шло. Одна из них, инсценировка, шла замечательно в Театре Моссовета почти 20 лет. С 1982 по 2000 год. Детская пьеса называлась Пчелка по Анатолию Францу. Это был прекрасный спектакль, красивый, замечательный. И вот. Но все равно мне это не принесло ничего, кроме денег. Абсолютно. Понимаете? Как я на деньги пошел, с денег и ушел. Потому что режиссеры моих пьес не хватали из рук. Мне приходилось добиваться. Ну посмотри, ну давай, ну туда-сюда. И поэтому потихонечку я перешел в политическую журналистику. И стал заниматься национальным вопросом в Советском Союзе. Мы с моим другом Гасаном Гусейнова. Может вы знаете. Он у нас был здесь. Ну вот видите. Я только что, Алексей сказал, они нам вместе учились с Гасаном. Да, мы учились вместе с Гасаном. Я его старше на три года. Он поступил на первый курс, когда я был на третьем. И вот мы с ним начали писать статьи по национальному вопросу в Советском Союзе. Наша статья... Это журнал век 20-й и мир. Да, но до этого была статья в вопросах философии в июне 89-го года, которая оказалась первой статьей о том, что в Советском Союзе существует национальный вопрос, чуть ли не с 22-го года, вот так или с 23-го. Тогда уже после этого считалось, что у нас все окей, полная. Фонтан дружбы народов. Вот, и сразу, как потом мы пописали немножко вместе в журнале 20-й мир, поездили по свету, были в Америке, были в Германии, где-то еще были. На парную, парный конференц, бим и бом. Вот, а потом мы стали... Гасан все-таки вернулся в филологию обратно, в такую политическую филологию, у него прекрасные работы по современному политическому языку. А ваш, похоже на слуга, уж, так сказать, сам писал уже сам по себе, и написал я какую-то совершенно, как говорят в народе, фиговую тучу статей, колонок, комментариев и прочего такого. А потом меня потихонечку переманили уже в живую политику, из такого, из политического комментирования. Я стал членом разных экспертных советов, туда-сюда, а потом стал работать в партии, Союз правых сил Гайдара Чубансевская партия. Вот, и все было там замечательно до сих пор, покуда мы в 2007 году не пролетели на выборах, как фанера над Парижем. Мне это было особенно. Обидно, потому что мне Чубайс лично обещал проходное место. Потому что было известно, что все уже договорилось, договорились с Путиным, договорились с Володиным, со всеми на свете, что мы получаем 5% за запятой, несколько, так сказать, знаков. Все в порядке, все уже. А ты будешь возглавлять саратовский региональный список. И пойдешь в дуру. А! Но пролетели мы действительно как фанера над Парижем, потому что там какая-то половина Кремля хотела, а вторая половина нас расхотела. И расхотевшая половина оказалась сильнее хотевшей. Ну так всегда бывает. Знаешь, когда одна твоя половина хочет коньячку с лимоном, а вторая половина не хочет ни в какую-то, побеждает та, которая не хочет. Понимаете, так бывает. Вот. Это было 7 декабря 2007 года. Вот эта фанера над Парижем стала свистеть. По небу. А у меня до этого был свой сайт. В этом самом. Ну и сайт, а скорее в ЖЖ страница. И я взял и понял, что там у меня есть целых 120 подписчиков. Можете себе представить, какой грандиозный член? Ну неужели я закрою из-за того, что из-за этого политического пролета этот царь? Ну глупость, но 120 человек. Рота. Можно сказать. Полтора эскадрона. Вот. И поэтому я сел и написал рассказ. Один, другой, третий, четвертый. Туда стал вывешивать. И у меня подписчиков стало сначала. 200, 300, 500, 1000, там, полторы тысячи, две, пять тысяч. И, а рассказов все становилось все больше, больше и больше. И, наконец, одна знакомая девушка, у меня, которая работала в из-за этого, сказала, Слушай, собери их файлик. И это сама. Я говорю, денег, говорит, не будет. Денег не обещаю. Обратно. Ну, попытаемся напечатать. Короче говоря, я это сделал. Я опубликовал книжку. Они напечатали книгу, потому что у нас нет такого слова. Она четыре тиража выдержала. Это очень хорошо. Потом ее еще даже переиздали. И после этого эти книжки из меня, что называется, пошли, как из мясорубки. Вот я написал их довольно много уже. На сегодняшний день я написал, я издал 20 одну книгу. И, то есть, примерно, по две книги в год. Ну, и вот. И вот я пишу эти короткие рассказы. И теперь уже даже не слишком короткие. Я пишу еще и повести, и романы. И начал писать более длинные рассказы. Раньше у меня была такая норма, чтобы рассказ был 2,5 тысячи знаков, чтобы он уместился на экран компьютера без скроллинга. Чтобы человек мог вот видеть, и все, чтобы было хорошо. Вот. И стал я их писать, писать, писать. И очень этим делом увлекся. Поэтому теперь я не политолог, журналист, драматург и все такое. А просто, так сказать, скромный, хотел сказать, скромный советский. Скромный русский как-то тоже нехорошо. Потому что скромный русский не бывает. Русский будет великий. Российский. Тогда вот скромный российский писатель. И я готов ответить на ваши любые вопросы. Начиная вот тайн творчества, кончая особенностями личной жизни. У меня секретов нет. Слушатели, дети, как говорится. И вообще давайте разговаривать. Могу потом почитать там парочку рассказов. Могу вот показать. Две последних своих книжки могу показать. Я не боюсь слова последний. Знаете, есть такие... Сейчас в Москве ужасная мода. Говорят крайний. Ну это старая мода. Дискуссия о последних и крайних не стихала в чередях. Но она сейчас... Ну в очередях. Но сейчас она совершенно стала безумная. Потому что как бы среди летчики не говорят последний. Потому что они боятся, что будет последний полет. Понимаете? Они говорят... Поэтому все говорят крайний. И мы теперь смеемся, переименовываем разные слова. Например, скажем, фильм «Крайний дюйм». Или, например, такая вещь, извините за выражение. «Последняя плоть». Если наоборот. Понимаете? В общем, короче говоря, вот последние две книжки я принес просто вам показать. У меня есть такой недостаток моего творчества. На самом деле я-то сам считаю большим достоинством. Что я пишу в основном про любовь. Про отношения. Мальчиков и девочек. Молодых людей и девушек. Мужчин и женщин. Даже, отчасти, совсем уже стариков и старушек. Потому что у меня от них больших экзистенциальных проблем я стараюсь не ставить. Потому что если она вылезет, эта проблема, то есть ловло. Вот такие вот у меня книжки. Одна называется книжка. Видите, они все женского тоже пола. Одна называется «Соседская девочка». Другая называется «Дочь любимой женщины». Ну как мне вас, пустить ее по кругу? Или, так сказать, как? Вот. Вот это предпоследнее, а это последнее. Или там был перед, между этими двумя, был еще роман. Я уже даже не помню, нет, или роман был раньше. Нет, это и это, эти последние. Роман был тот-того. Ну вот, так что вот. Так что вот так вот. Кстати, хозяин дома тоже все время пишет про любовь. Но по-английски. По-английски? Да. Это сомфоритет. Англичане умеют любить? Да, конечно, он очень, он очень, да. Русские, в общем-то, хорошие. Нет, он невероятно умеет любить. Он умеет? Да. Я не знаю, что я думаю, что да, потому что, ну вот в этом доме, я уже говорила об этом, когда начинала, лежит его жена, больная деменцией, да, он долго уже лежит. Ну, нет, по-моему, последние 3-4, она не уходит оттуда. На 15 лет, да, уже болеет. Вот, и он с тех пор стал писать книги исключительно о любви. А это он известный писатель? Довольно, довольно-таки. Здесь известный, он, ну, то есть. Я никогда о нем не слышала. Как его зовут? Мы много о ком не слышали, но здесь он известный. Его читают, он выиграл всякий Том Стейси. Он писатель, издатель. Мало, я бы сказал так, мы мало о ком слышали. Да. Но он такой, как бы, он тот же начал как издатель, там как газетчик, журналист. Он даже интервьюировал Хрущева, он очень гордится. Это его дом. Это его дом. Он нас просто сюда пустил. А, он нас просто сюда пустил. Но он меня все время сюда пускает, я дружу с ним. Он как пишется, Стейси с... Стейсей. А вот его книжка, он только что, так сказать, да? Можете посмотреть точно. Спасибо. А, я знаю эту фамилию, как вы сказали. The Man Who Knows Everything. Да. Я вспомнил замечательный американский негодоз. Когда муж приходит домой очень поздно, в три часа ночи. Жена открывает ему, слыша, как он возится ключом в двери, она выскакивает из спальни, открывает дверь и говорит ему, I know everything. Он говорит, it's the capital of Honduras, please. Хорошая, кстати, название. Книжка. Да. Назвальная книжка, очень. Да, ну вот, он, значит, насколько я понимаю, его последние книжки все, ну, с некоторых, с некоторых пор, они его любили. Видите, как звали. Вы говорите, принимают для англичанин под любовь. Была такая шутка послевоенная, да? Я думаю, как ненецы занимаются сексом, а британцы предпочитают грелку. Страшное дело. Страшное дело. И то, значит, вопрос, почему понятно. То есть, значит, теперь понятно, почему такая иммиграция в Британию. Вот. Так что давайте теперь разговаривать. Да. Наташа, ну, ты тогда... Не, он старый журналист. Да я ничего не туристы. Ты человек сам справился. У меня есть такой вопрос, но смешной довольно. Так всем лучше. Тем лучше. Вы знаете, у меня... Однажды пришли, я на BBC работала, у меня было такое поручение, я должна была сделать передачу по книге Кристофера Милна. Кристофер Милн, этот вот мальчик, герой... А он что-то такое написал, чего-то такое о себе? Книжку написал о себе, и об отце, и о семье. Ну вот. И выходил так, да, у меня интервью маленькое было, и все такое. Ну вот он рассказал о том, как эта книжка испортила ему жизнь. А, я знаю эту историю. Интервью я вошел. Вот я хочу спросить. Книжка про Дениску испортила вам жизнь? Нет, конечно. Наоборот. Она меня очень жизнью развеселила. Потому что, во-первых, когда я был маленький, смотрите, мой отец написал эту книжку, когда ему было... В 59-м году он начал писать Дениске на рассказы, или в 58-м, он начал писать. Первая публикация в 59-м год в журналах. А может, это и в 59-м году было, потому что тогда было, значит, быстро рассказ написал, и тут же пошел там какой-то крокодил. Он пошел, и все. Он 13-го года. 46 лет? 46 лет. Почти как я. Я в 57. А он 46. Опубликовал он первую книжку еще через два года, то есть в 61-м году. Это все имело очень большую историю. Я к тому времени был уже подросший вполне мальчик. Мне уже было 10 лет. Я родился в декабре 50-го года. Поэтому всем своим друзьям, которые меня моложе даже на три года или на четыре, я говорю, цыц, я еще при старине жил. Ты меня будешь учить. Понимаете? И потом, больше того, просто, больше того. Когда мой отец приходил в школу к нам и читал Денискины рассказы, собирал полный актовый зал ребят, все хлопали, там ура-ура-ура, надписывали книжки. Но никто ни один раз не сказал мне, это ты, Дениска, из рассказов, это ты там красил там кого-то у правдома. Наверное, в советской школе очень хорошо объясняли детям разницу между прототипом и героем. Может быть. А может ли, просто им было наплевать. Короче говоря, усталость от Дениски я стал чувствовать, когда мне исполнилось тридцать лет, не раньше. Двадцать восемь, пускай. Почему? Смотрите, я молодой, красивый... Вы, конечно, этому можете не поверить. Но я был молодой, красивый мужчина, мой дедушка был наполовину цыган. Я цыган на одну восьмую. Мало того, что я еврей на половину, только на свободу на одну восьмую, я еще и цыган. То есть, вообще-то, полный андролог должен со мной произойти. Поэтому у меня был такой вот шевелюрый с черной густой шевелюрой. Куда она одевалась, я не знаю, но... В общем, я сейчас нет. Матерял. Вот. Такой вот молодой, красивый мужчина. Хорошо зарабатывающий. Сотрудник Министерства иностранных дел. Женатый. Имеющий дочь. А ему все время, каждые две минуты, говорят... Ему говорят. И говорят, Мишенька, Машенька, смотри, вот этот дядя, который... Вот это Дениска. Неужели, какой же... Скажите ребенку, что вы и есть тот самый Денис. Ну, конечно, это прелесть, когда это раз в день, два, в день, три. Но где-то на тысяча втором разу это начинает немножко надоедать, понимаете? Особенно это начинает надоедать, когда... Еще имя Денис. При мне, когда меня назвали Денисом, это мне подарит чайши. Денисов не было вообще. Меня учителя... Учителя звали Максим, Кузьма, там, и так далее. Вот. Я помню, как это самое... Говорили, как странно назвал Витя Драгонский, это мой отец своего сына говорил, моя мама рассказывала. Какое-то странное имя, то ли Денис, то ли Пантелей. Я помню, когда я шел по тропинкам нашего писательского поселка, где отца была дача, там же жил Роман Лазович Кармен, великий сайский кино документалист, добрейший человек, прекраснейший, общавшийся с молодыми людьми, независимо от их возраста, говорю. Я говорю, здравствуйте, Роман Лазович. Он мне говорит, здравствуй. Такое мучительное. Смотрите, здравствуй, Герасим. Вот так. Понимаете? Вот. И я привык, я не знаю, что чувствуют Сергей, или Дмитрий, или Александр, когда на улице слышат Саша, Дима, Сережа. Наверное, он привык. А я, когда слышал на улице Дениса, я знал точно, что это адресовано кому. И вот иду я по улице, весь из себя такой красивый, тридцати двух лет. И вдруг, навстречу мне идет красивая молодая женщина. Она улыбается ярко. И говорит, Дениска! Дениска! Иди сюда! Я делал к ней шаг, и тут вижу, что она не мне, а какого-то клопуха. за боку своему ребенку. то есть, у меня Дениска, Денисковство, вот это начало, так сказать, доставать, вот так и да. И даже, когда я был большим, так сказать, политологом, я помню, как я читал лекцию по региональной стабильности в условиях, так сказать, напряжения межэтнических конфликтов. Я писал эту лекцию, сидят студенты, я говорю, лекция сложная, со стрелками, с абстиссией ординатой, как положено, студенты молчат. Я говорю, вопросы есть? молчат. Ну неужели нет ни одного вопроса? Ведь это же тема-то такая, ну, 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 давайте. Приз. Денис Викторович, Денис Викторович, а вы правда кашу из окна валивали? Тайна всегда становится явной. Тайна всегда становится явной. Заранее говорю, кашу из окна я не выливал. То есть все нам, нас обманули? Вас обманули. Кашу из окна выливал литературный герой. Я кашу из окна не выливал, потому что мы жили в подвале. Окно было вот на такой вот высоте, а я был маленького роста. Как я мог вылить кашу? Это была мечта моего, папа о том, чтобы жить в отдельной квартире. Высоко. Не выливал я, кашу. А у нас только вообще есть биографические детали. Понимаете, как что? Я всегда говорю и про это, про Денискины рассказы, про любую книгу, про свою книжку. Это фантастическое лего из реальных деталей. Все детали реальные. Реальные имена, реальные обстоятельства, реальные. Антураж весь. А вот все фабулы, все сюжетное, все столкновения, так сказать, характеров и столкновения просто действия, неестественные. Вы думаете, ну, потому что иначе это было бы слишком легко. Заведи знакомого мента, ходи за ним с блокнотиком и станешь автором детективов. Наконец, есть еще раз, веди знакомую даму. Записывай за ней, станешь автором дамских романов. Понимаете? Но так же не получается, к сожалению. Надо, приходится, как-то напрягать воображаловку. Вот. Ну, в Кремль-то ходили. В Кремль ходил, сам ходил в Кремль. Кремль, это было замечательное место, когда я жил рядом с Кремлем, буквально, через дорогу, вот так, на улице Грановского, у меня пять романов перевод. И в 57-м году Кремль открыли для посещения. И все эти соборы были, проход был свободный, все соборы были открыты. Работал он чуть ли не до 9 вечера. И я помню, как я просто вечерами, после школы, я там проводил, я обсматривал все на свете, все эти самые, что он знает, где сидел Иван Грозный, и где кто похоронен. Все это прекрасно. Я помню, знал, любил. Это было. С Кремлем было. Вот так. А можно такой вопрос? Любой. Да. Вот, может быть, тоже не очень, так сказать, интеллектуальный. Естественно, ваши, вернее, рассказы Дениса, они, так сказать, через мою жизнь прошли очень хорошо. У меня сестра, она 10 лет старше, и по-видимому, книжка была куплена в ее время, а мне уже досталась, она уже такая патриопа, она была, и стала моей любимой книжкой. Вот. Ну, так вот, с переездами, вы знаете, где-то она затерялась, и вот мне помнится, в каком-то рассказе, там была такая фраза, вот что это было, что этого вы от меня не дождетесь, господин Гадюкин. Вы не напомните? «Гражданин Гадюкин». Это журнал, о чем там речь, журнал называется, вы знаете, вдруг я как-то забыл название этого рассказа, почему-то, уже годы, наверное, но рассказ я прекрасно помню. Это о том, как Дениску попросили сыграть в пьесе, сыграть роль звонка. Он должен был позвонить, звонить человеку, вот, и человек, Гадюкин говорил, покажите мне план аэродрома, чертежи аэродрома, а этот самый советский человек говорил, это вы от меня не добьетесь, гражданин Гадюкин. И тут, а, рассказ так и называется, смерть шпиона Гадюкина. И тут Дениска, значит, и он должен позвонить, звоночек, и тот должен был, вот, меня вызывают по срочному делу, и тут Гадюкин лезет в сейф, и тут Гадюкина хватает. А звонка нет. И поэтому эти человек, поэтому там идет абсурдистский диалог. Говорит, ну, все-таки, я вас в сотый раз умоляю, покажите мне чертежи аэродрома. А он говорит, а я вам в сотый раз отвечаю, это вы от меня не добьете, и тут они поворачиваются, грозят денежкой куманке. Сейчас кто-то позвонит. И потом, сейчас должен звонить телефон, сейчас, и говорит, тогда, говорит, и выстану голову, скажет, дринь, дринь, дринь. Говорит, слава Богу, слушаю. А потом он начинал выстрелить. Он был выстрелить, и поэтому он был ударить доской по деревянному табурету. Там сидела кошка, он кошке отдыхал хвост. А потом, когда его садист выгнали, и кончается рассказать, что непрекрасное, когда я потом бежал домой, и мне все время что-то мешало. Я сунул руку в карман, и вытащил оттуда велосипедный звонок. Потому что бедный Дениска сунул, и ворону был лежать перед ним на столе, он сидел и ждал. А вот азиманка нет, а он просто в карман сунул. Вот это да, это вот оттуда. Я ответил на ваши вопросы? Да, да, да. Полностью. Можно еще спросить об одном персонаже и члене вашей семьи, известного нам по имени, о генерале Драгунском. Расскажите мне у нас, Калина. Генерале Драгунском. Генерал Драгунский был очень интересующим. Во-первых, он, насколько он член нашей семьи, это точно неизвестно. Хотя он был из деревни под названием местечко, деревни, поселка под названием Святск, который находился в 50 километрах от Гомеля по проселочной дороге. Святск был уничтожен фашистами, сожжен полностью и все населявшие его евреи, в том числе человек 25 по фамилии Драгунский, были уничтожены. То есть он был из Святска, а мой отец был из Гомеля, даром, что родился в Нью-Йорке, но это ему как бы не помогло. А как это он так сумел родиться в Нью-Йорке? Это нужно, как вам сказать, нужно иметь special skills. Бабушка, наверное, тоже была там? Бабушка. А вы как догадались? А вы как догадались, моя бабушка? Дело было вот в чем. Дело было вот в чем. Вопрос был вот такой. Они уехали в Нью-Йорк за счастьем. Бабушка и ее муж Юзеф, Юзеф, как его звали тогда, с неправильным ударением, его звали именно Юзеф. Но в Нью-Йорке счастья они не нашли, потому что они уехали туда не столько вдвоем, но еще и с бабушкиным отцом. Но бабушкин отец там свою жизнь какую-то начал. Он, правда, умер в году в 25-м. По-дурацки, от сепсиса после удаления зуба. Ну, так бы мало. Вот. В чем самое смешное, что оказалось, как выяснили и позднейшие биографы, мои друзья, это не я сам. Он переводил с итальянского на видишь детские рассказы. Вот такая вот загадочная связь. Короче говоря, он уехал куда-то. Они остались вдвоем. Родился мой папа. Жили они в каком-то южном-южном Бронксе. И, соответственно, молока не было, жратвы не было. Папу кормили бананами толчеными. И, соответственно, буквально он родился в первого декабря тринадцатого года. Почему-то у него разница есть. В некоторых энциклопедиях пишут, что тридцать первого, а в некоторых первого. Он сам считал, что он родился первого. А где-то в тридцать первого. Он, очевидно, потому что из-за разницы во времени. Он родился, когда он родился там, было тридцать. А у нас-то уже было первое. Понимаете? Это как с Днём Победы примерно. Подписали его восьмого мая в одиннадцать часов вечера. А у нас было уже девятое. Вот. Короче, он вернулся. Они вернулись с бабушкой обратно в Гомель до начала, буквально за несколько недель, до того, как государь-император объявил свою общую мобилизацию. То есть, где-то в июле четырнадцатого года. То есть, они несколько месяцев там прожили? Полгода. Нет, они до этого прожили там, наверное, с годик. А потом с ребёнком уехали оттуда. Надо сказать, что это пребывание в Америке, вот этот факт рождения в Америке, совершенно не оказал никакого отрицательного влияния на биографию моего папы. потому что у него была заготовлена фраза. Он говорил. Ему говорят, вы родились, вы что, родились в Нью-Йорке, товарищ Драгутский? Он говорит, да, я родился в Нью-Йорке, это правда. Но американский капитализм произвёл на меня столько отталкивающего мнения, что через полгода я вернулся на родину. И надо сказать, даже тупые советские чиновники, они всё равно, они тоже начинали смеяться, они понимали, что, ну, угодовалый ребёнок. Двух, полугодовалого ребёнка родили, привезли обратно. Вот. Вот так вот. И вот однажды у када моего папы была, у него был такой спектакль, такой ансамбль, назывался он «Синяя птичка». Да. Вот. Такой актёр и для актёров. Смешно. Смешно. И в Цедре на Пушечной улице, а также в ВТО, я не помню, где это произошло, да, в Цедре на Пушечной улице, племя работников искусств, были совершенно потрясающие аншлаги, там, ломился народ, и так далее. Хотя, в общем, это было так для своих, немножко опустного толка, но люди об этом знали. И однажды мой папа рассказывает, что он сидит в гримёрке, и ему раздаётся звонок. Администратор задает. Он говорит, «Витя, да. Слушай, тут это самое, пришёл один человек, полковник, дважды герой Советского Союза, Драгунский, говорит, что он твой брат. У тебя есть такой брат? Угу. Это 49-й год. Ну, конечно, ну, ребят, полковник, дважды герой Советского Союза, танкист. Есть кто-то говорит? Конечно, есть, говорит. Давай, пропускай. Он его пропустил. Да, может, это Дима Драгунский, как его звали, шёл, узнал, что есть такой спектакль, решил протыриться и сказал, «Пустите меня, я Драгунский». Он говорит, «Мало ли, Драгунский, я же Виктора Брафа сказал». Администратор позвонил, получил подтверждение, тот пришёл, они после спектакля познакомились, выпили, естественно, ну, а потом нашли всё-таки какую-то там седьмую, тётю где-то. Что, в общем, было нетрудно, на самом деле. И поэтому он считали, не считали, не считали. Он был очень хороший человек. Он приходил к нам в гости часто, приходил даже ко мне на день рождения в форуме, чтобы, так сказать, показать, какой вот замечательный. вот, ну, а потом его, так сказать, политически использовали с этим антисионистским комитетом. Ему это было тяжело? Я не думаю, что ему было легко. Понимаете, он был, тут вот какая вещь, он, во-первых, сам по себе немножко от этого потерпел, потому что он был заместителем командующего за Кавказским военным округом, и когда началась шестидневная война, его перевели в Москву, его сняли с округа, потому что вот из какого-то тупого советского страха, что вот рядом, вот близко уже, близко уже, вот он, он, по-моему, сидел, что у него был в Ереване штаб и в Тбилиси был штаб. Вот. Он, значит, что вы понимаете, вот там еврейская война, здесь еврей, понимаете, с округом целым, а вдруг он, так сказать, это самое, двинет свои полки на помощь сионистам. Его перевели в Москву, маразм был, но мотив был именно этот, вы будете смеяться, мотив был именно этот. Но его потом начальником курса выстрела, такие курсы, высшие офицерские курсы, выстрел назывались, они поставили в этом саму, по-моему, в Солнечногорске или Красногорске, я не помню, в Солнечногорске, там есть улица Драгунского, памятник, она там стоит. Но он при этом не был сионистом, именно, он считал, что евреи должны жить в уголусе, грубо говоря. Он считал, что евреи не должны собираться на земле, а евреи должны жить там, куда их, так сказать, создатель, так сказать, рассеял. Это у него было такое беже. И мы с ним говорили об этом, он говорит, что да, я еврей, своего еврейства не скрываюсь, не стесняюсь, наоборот, горжусь всячески, но при этом я считаю, что ошибочная идея, так сказать, вот этой репатриации. Ну, вот так, но, понимаете, тоже есть такие евреи, причем они есть не только среди светских евреев, но и среди ультрарелигиозных евреев, которые считают, что пока мессия не придет, вообще-то разговаривать не о чем. так что это мой хороший мужик. Улица Царства Небесна. Спасибо. Пожалуйста. А вот мы хотели говорить о том, как вообще растут ваши рассказы «Не ведаю стыда». Стыда и не ведаю абсолютно. Вот, как они получаются, как они рождаются и вообще насколько они связаны с какими-то элементами вашей жизни или элементами Они, конечно, связаны с элементами моей жизни, но прямую. Больше того, если когда-нибудь появится какой-нибудь исследователь моего творчества неприличной основы, то он, конечно, найдет, что там очень много персонажей, которые как бы повторяются, неназванных персонажей, чтобы понять, что речь идет о нескольких женщинах, о нескольких мужчинах. Надо бы сказать, что некоторые мои знакомые реагируют совершенно по-разному, узнают себя. Например, скажем, одна моя знакомая говорит, показала очередной рассказать, показываю ваши рассказы своим внукам. Говорю, смотрите, какая сучка была ваша бабушка, гордитесь. а другая девушка наоборот говорила, обещая сказала, я думал, что ты меня понимал, оказывается, что теперь я поняла, что ты меня никогда не понимал. Я говорю, ну, значит, так вот. Ну, бывает такое тоже, понимаете? Вот. Рождаются они из какого-то сюжетной ситуации, из какого-то подслушанного разговора. в любом случае я не высасываю их из пальцев. Я всегда, они у меня как бы готовые появляются сразу. Они у меня появляются, когда я просыпаюсь. У меня уже я просыпаюсь, обычно с рассказом в зубах, я иду, так сказать, чистить зубы, делать зарядку, во время, так сказать, принимать, простите за подробности, во время принимания душа, у меня эти рассказы уже оттачиваются совершенно. Я быстро глотаю овсянку, сажусь писать рассказ, и получается, что последняя фраза все равно другая, которую я не думал. Вообще, у меня само, так сказать, стейное развитие героев очень имеет большое какое-то имеет место. У меня недавно был опубликован роман, который называется очень сложный, длинный, хотя его даже прочитал мой один английский друг здесь, англичанин, который, в общем-то, русский язык, он совсем неродной, он просто работал долгое время в посольстве московском, прочитал и все, так сказать, проследил, оценил, и все такое. Длинный, сложный, многоплановый роман называется «Автопортрет неизвестного». Я его выкладывал в фейсбуке кусочек, но уже не весь, естественно, он достаточно толстый, я из него взял такой, как бы, кусочками, как бы, комикс дайджест, такой вот, эпизодиками, такими. И вот, в этом самом романе есть такой момент, когда женщина приходит к своему брату и говорит, что она беременна, что она залетела от друга семьи, который, кроме того, оказалось, что он там сегодня утром умер, там про высший свет разговор идет про крупного очень генерал-полковника, руководителя секретного ведомства, там про радиотехников, вот первая половина этого рассказа, вторая половина про художников. Их объединяет оба квартиры, в которой они жили. По очереди, естественно. Вот. И вот она говорит, вот так вот, что делать? Он говорит, там давай, там, ну, она говорит, я буду чиститься, мне это не нужно совершенно. Она говорит, да что ты, ну, сохрани, там, мы поможем. Вот так вот. А потом, в самом конце, выясняется, что главная героиня этого романа, такого оболочечная героиня, которая, роман про то, как молодой человек и девушка пишут роман. И что вот эта девушка и есть вот тот самый родившийся ребенок. Вот тот самый. Поэтому она связана со всеми таким. Поэтому ее так все это интересует, поэтому так изучает эту семью, эту квартиру. Поэтому, став женой миллионера, она купила себе эту квартиру, там, и так далее. Вот именно эту. И все. Но тот факт, что эта моя Юля оказалась дочкой вот этой самой Тони Перегудовой и генерала по имени Ярослав Демидович, я сам понял только в тот момент, когда у него было объяснение со вторым главным героем, когда он спрашивает «Ребеночек-то где? У тебя все нитки подвязаны, про всех там известно, кто умер, кто развелся, кто уехал, кто там кем стал. И только одно пустое место». Она говорит, «Какое? Ну вот Тоня Перегудова была беременна, а потом это все как-то исчезло. Куда она?» И это самое начинает рассказывать про это. И вот тут-то я сам, вот тут-то я понял, что она и есть дочка Тони. Понимаете? То есть, это не было задумано с самого начала, как вот в сериале выясняется, что этот ребенок там пыры-пыры, что этот человек на самом деле сын того. Нет. Нефига. Это во мне как бы вот появилось и само сказалось в конце. То есть, этого могло бы не быть. То есть, если бы этого разговора между героями не было бы, то так бы мы и не узнали, что с этим несчастным младенцем случилось. Вот, то есть, родиться вот каким-то вот таким вот манером. Но я очень люблю всякие неожиданные, вообще, я очень люблю неожиданные концовки. Вот я вам могу прочитать эти очень короткие рассказы. Одна женщина, это у меня такая серия большая, называется, парадоксы житейской мудрости. Вот это парадокс номер шесть, но это не все каждый как один. Одна женщина рассказывала, в седьмом классе я была влюблена в одного мальчика из восьмого. Долго и безнадежно. А он на меня внимания не обращал. Мелкота. Но в восьмом я резко так повзрослела. И теперь он в меня влюбился. Как бы по-новой. Он же не знал, что я в него целый год была влюблена. Ухаживал, после уроков дожидался. Но я его оттолкнула, потому что шпана. У него уже три привода в милицию было. Стоял на учете. И школьная форма с заштопанными дырками на локтях. Зачем это мне? Потом сел в колонию. Потом, говорят, по второму разу. Так и пропал. А через двадцать лет я его встретила в Германии. В Мюнхене. В шикарном ресторане Ди Альте-Энотек. Старая винотека. Вхожу, сажусь за столик, и урок вижу. Он. Ну, теперь он ухтях, ты весь такой инглиш, твидовый пиджак, оксфордские ботинки. Бабочка в клеточку, сигара, перстень с черным камнем. Я прямо язык проглотил. Вот это да. Смотрю на него во все глаза, прямо пододвинулась, прям пересела за столик поближе. Смотрю во все глаза. А он что? Спрашиваю я. Да ничего, сказала она. Присмотрелась? Нет. Все-таки не он. Вот и в принципе рассказы должны быть на мой взгляд вот примерно вот такие. Хотите, еще почитаю? Хотите, еще поотвечаю на вопросы? Вот у меня понимаете, совсем у меня новые рассказы, они почему-то стали длиннее. Вот вам сейчас короткий рассказ прочитаю. Ну, несколько штук. У нас есть время вообще? Да, да, да. У нас сколько хотите времени? У нас есть. тут есть время. Я только если бы немножко пораньше, наверное, в конкретном времени забрать сына. Ну, что ж поотделу. Всех остальных есть, да. Ну, что ж, тогда забирайте сына и приводите его. Мой приятель рассказывал. У меня вот все вот такие вот мои приятель рассказывали. Это тоже какие-то вот услышки. Мой приятель рассказывал. Рассказ называется «Любовь земная, любовь небесная». Так вот, мой приятель рассказывал, что когда-то давно, ему чуть за 20 было, он был влюблен в одну прекрасную женщину, значительно старшуюся. Он любовался ею, восхищался, преклонялся, и однажды все-таки набрался решимости и объяснился. внезапно и неожиданно вдруг оказавшись у нее дома. Он иногда заходил в этот дом, потому что дружил, то есть вместе учился с ее сыном. И вот он улучил момент, когда никого дома не было и прямо и наивно сказал ей «Я вас безумно люблю уже целый год. Вы прекраснее всех». Кажется, даже на колени встал перед ней. Она испугалась, как-то очень по-женски испугалась, рассказывал мой приятель. Стала быстро и негромко говорить, что-то вроде «Вы сошли с ума!» «Вы с ума сошли? Мой сын ваш ровесник, у меня прекрасный муж, я люблю мужа, вы что? Как вы вообще могли? Как вы могли? Все, не смейте больше к нам приходить, к нам не смейте уходить, забудьте этот адрес, забудьте наш номер телефона». Он принялся ее успокаивать, говорить и убеждать, что никогда не нарушить спокойствие в ее жизни, что он просто не мог молча носить это в себе, но что эта любовь небесная, а вовсе не земная. «Я преклоняюсь вам, поклоняюсь вам, я преклоняюсь перед вашим образом, горячо шепталон. Это чистейшее поклонение вашей красоте и свету вашей души. Я даже во сне не мечтаю ни о чем таком, клянусь вам. Я даже не хочу к вам прикасаться. Это совсем другое». Другое. Тут она как заплачет и как закричит «Пошел вон, мерзлая». Это жестокий рассказ. Крайне жестокий. Жестокий. А вот можно я очень хорошо вот примерно в какое время это происходило? Что? Ну вот, вот мальчик влюблен в маму, приятель. Вот мы когда выписали, я не знаю, вот зрительный образ, но всегда зрительный образ. это в какое время это произошло? Да, в какие-то примерно годы. В 70-е. В 70-е, да? Конечно. Это конечно 70-е годы. Да, потому что после вот... После этого как-то не особо. Да, после этого еще очень... Я даже знаю реальную историю, где мальчик любился на моем приятеля. Я знаю... И женился на ней. Я знаю... И думаю, что женился. А я знаю еще одно замечательное. Но она очень разрешенная любовь. Макрон? Нет, ну все... Макрон, это совсем другая история. Макрон. Кстати, это стоит отдельного рассказа. И Макрон. Вот словарь, забудьте там наш... То есть все привязывается даже к реальным быту. Конечно. У меня все по реальным быту. Я всегда пишу, как пишется. Лексикон, конечно. Там мальчик тоже романы читал. У меня одна девушка отказала это реально. Это моя подруга. И я всю эту компанию хорошо знаю. Одна девушка отказала мальчику по очень смешной причине. Потому что ей было 20. Три. Ему было 21. И что, падите прочь? Она сказала, ну падите прочь. Я не хочу, потому что я потом составлюсь. Тебя нужно... И вот так вот он ей сказал. Ну хорошо. Он очень долго рыдал, ушел. Через некоторое время но через некоторое время он женился на ее маме. Самую лучшую историю я услышал год назад от своего приятеля, у которого папа 92-х лет женился. Он сказал, знаешь, что мой папаша отмочил? женился, говорит, старый козел. А приятель моего возраста, приятель где-то 70-х лет. женился, говорит, старый козел, женился. Представляешь себя? Ты знаешь, она такая сучка. Жена такая мерзкая, такая... Жена настоящая, вот такая вот. Я не настоящая, такая сучка. Вот ты знаешь, сколько ей лет? Я пошел, сколько? Он говорит, 95. 25. Это вот был очень хороший рассказ. Вот вам, кстати, про... 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 женитьбу вам... Еще раз. Называется «Мужской разговор о любви». «Как дела? Давно ты мне не звонил», сказал Савельев. «Ты как-то не пойми как», сказал Миша. «Вот я женился тут». «Ну, поздравляю», сказал Савельев. «Да не с чем так особенно», сказал Миша. «А что так?» удивился Савельев. «Она злая и некрасивая», признался Миша. «Что ж ты женился тогда?» «Да как-то вот получилось, понимаешь, какой-то, как сказал поэт, в лечении рот недуга». «Ха», сказал Савельев. «А раз так, зачем жалуешься?» «Я не жалуюсь, я правду говорю», сказал Миша. «Зачем мне от друга скрывать? Тем более, что я уже развелся». «Ну, поздравляю», сказал Савельев. «Теперь-то можно поздравить?» «Нельзя», сказал Миша. «Почему?» «Потому что я без нее скучаю». «Слушай, Савельев, я тебе вот зачем звоню, ты приезжай ко мне, посидим, выпьем, у меня виски есть, сингл мал, 12 лет выдержки, название не прочитаешь, с лосем на обложке». «Литровая бутыль» бывшая жена подарила. «Вот прямо приезжай». «Не могу сейчас», огорчился Савельев. «У меня сегодня свадьба». «Я женюсь, я прости, я тебя просто не успел сказать». «Не успел». «Ну, поздравляю», сказал Миша. «Ну, так ни с чем особенно, если честно», сказал Савельев. «Да ну, удивился Миша. Понимаешь, есть проблемы с характером, ну и внешние данные тоже». «Ха-ха-ха», засмеялся Миша, «а может, это одна и та же?» «Ты что?» испугался Савельев. «Ха-ха, а может, мы теперь с тобой почти что родственники». «Я у нее в паспорте погляжу», сказал Савельев, подумавший чуть-чуть, «есть там штамп с твоей фамилией?» «Все, этой свадьбе не бывать». «Приеду к тебе виски пить». «Не выйдет», сказал Миша, «со штампом не выйдет». «Мы с ней жили в гражданском браке, совместное хозяйство вели, но не расписывались, кстати, правильно сделали». Раз, разбежались. «Да, брат, протянул Савельев, огорчил ты меня, тем более в такой день». «Да ладно тебе», сказал Миша, «ну что мы с тобой в самом деле? Да мало ли на свете злых и некрасивых баб». «Нет», сказал Савельев, твердо, «она одна такая». «Да», сказал Мишин, и вздохнул, «это точно». «Отлично». «Вот». «Затрыть?» «Что такое?» «Мне кажется, в самый раз. «В самый раз». «Как вы себя чувствуете?» «Я себя чувствую замечательно». «В такой компании». «Затылка?» «Да, получилось». «Нормально». «Пока нормально». «Ой, да как хотите». «Нет, нет, нет, совершенно не это самое». «Совершенно не это самое». «Сейчас я найду еще чего-нибудь для вас специально короткое». «Вот очень такой». «А, кстати, вот трудно писать, трудно ли писать, вот как сейчас пишут, сухо, коротко, без…» «Мне не трудно, кому-то другому трудно, потому что вот это вот, я терпеть не могу, вот это вот пахло мокрыми заборами, понимаете?» «Ага». «Вот эти длинные». «Он взглянул в окно и понял, что когда-то давно…» «Он смотрел в это окно, по которому уходила Анастасия, и ее следы папороше заносила поземкой, понимаете?» «И все это для того, чтобы сказать, что пора кормить кошку». «Ну, ребят, ну зачем так сказать? Ну накормил кошку и дальше иди. Что происходит? Нельзя». «А всякие метафоры там, плодательные?» «Вот почему я люблю Чехова. Потому что у Чехова ничего этого нету, этого безобразия. Обратите внимание, что критики, которые писали про Чехова, писали, никогда не писали, какие метафоры, какой стиль. Они обсуждали то, что там происходит. Они обсуждали этих людей как живых, понимаете? Вот вам еще один коротенький рассказ. Хотите?» «Угу». «Называется «Экспертиза». «Петров приехал к Сидорову на дачу. Пообедали, потом прогулялись, потом вернулись, поднялись на второй этаж в кабинет. Сидоров разлил вино. Подняли бокалы, пригубили. Ничего. А?» – сказал Сидоров. «А? Я еще в прошлом году купил специально для тебя. Шато де Брудель 96-го года». «Да», – сказал Петров. «Неплохо. Вот приезжай ко мне, я тебе дам настоящий шато де Брудель 81-го». «Помолчали». Сидоров допил вино и посмотрел на свои часы. «Омега?» – спросил Петров. «Да», – сказал Сидоров. «Решил себя побаловать на старости лет». «Хорошие часики», – сказал Петров. «Ну, на грани ширпотреба». «Настоящие часы – это все-таки одмар или, в крайнем случае, блан-пан». «Ну, как ты вообще? Светскую жизнь ведешь? В театры ходишь? Новинки читаешь?» «Ведуус», – сказал Сидоров. «Еще как ведуус. Вчера, например, был на приеме в Нобелевском фонде». «Да, а тебя, кстати, почему не было? Там вся Москва была». «Ужину британского посла» – развел руками Федоров. «В русском кругу». «А в пятницу мы с Машей в Большом были. Балет Ксенакиса Медрия». «Ага», – сказал Петров. «Видел, видел, в прошлом году». «Ты, наверное, путаешь», – сказал Сидоров. «Это же премьера». «В театре Ковентгарда». «Помолчали». «Что посоветуешь пролистать?» – спросил Петров. «Если из интеллектуального», – сказал Сидоров, – «то роман Джонатана Литтелла «Благоволительницы». «Про войну глазами раскаившегося эсэсерца». «Хорошая вещь, но очень тяжелая, очень тяжелая и очень сложная». «Ударение на «э», – сказал Петров. «Литтелл». «Он хотя с английской фамилией, но француз, поэтому надо говорить «Литтелл». «Да, спасибо, хорошая книжка, я читал в подлиннике». «Холя», – сказал Сидоров. «А вот, к примеру, у тебя пистолет есть?» «Есть», – сказал Петров. «Конечно, есть». «А какой?» «Ну, разумеется, Петерсштай», – пожал плечами Петров. «А у меня, Макаров», – сказал Сидоров. «Встал, подошел к письменному столу, выдвинул ящик, достал пистолет и застрелил Петрова». «Напрашивался, напрашивался, напрашивался, парень, напрашивался». «Напрашивался, перспектива». «Во-первых, я замужем, – строго сказала она, – в ответ на предложение пойти поужинать в модный ресторан. Герасим и барыня». «А-а-а-а-а», – сказал он. «Но, во-вторых, беззаботно засмелась она, – мой муж уехал в деловую поездку». «О-о-о!», – сказал он. «Но, в-третьих, – вздохнула она, – он должен вернуться на днях, может быть, даже сегодня, может быть, он уже дома». «Эх», – сказал он. «Но это не важно, вы могли бы все равно поужинать, А потом можно придумать, куда потом эдак завалиться. Ура! сказал он. Но потом он нас всё равно бы разыскал. Ну и пускай, расхорабрился он. Скажите, пожалуйста, вы что, готовы на мне жениться, если муж меня бросит за измену? Готов, честно сказал. Жениться на избалованной женщине без высшего образования, но зато с двумя детьми? Да! сказал он. А на какие такие дивиденды вы будете содержать меня и моих детей? Проживём, сказал он и обнял её. Неуверенно, сухо сказала она и вырвалась из его объятий. Жаль. Тоже сухо, сказал он, и отошёл от неё на полшага. Мне тоже! Сказал она и заплакала. Пустяки, пустяки! Сочувствованно прошептал он, подавая ей чистейший носовой платок. Ну всё равно, пойдёмте поужинаем. Ну просто так, по-дружески, безо всяких обязательств и перспектив. А? Какой вы скучный! Она вытерла слёз. Ладно. Но только один раз. Ну давайте поговорим ещё чего-нибудь. Поспрашайте. А, ещё читать? Или всё-таки есть у вас какие-то разговоры? Почитайте. Давайте я вам тогда читаю рассказ подлиннейше. Видите, мы постепенно нагонялись. Вот такой вот. Если кому-то станет надоест. Или будут вопросы. Можете прямо перебивать вопросы. Я вот в смысле такого. Давайте. Называется он «Гидроплан». Я хочу сделать тебе предложение. Громко и торжественно сказал Митя. Делай, весело сказала Юлия и поцеловала его в щёку. Они жили вместе уже почти 4 года. Снимали пополам квартиру. У них даже было что-то вроде общего бюджета на чай, кофе, сахар. И на подарки, которые они делали общим друзьям. И, конечно, на отпускам. Но о женитьбе пока речь не заходила. Хотя Митя иногда эдак намекал. Говорил, хорошо бы устроить свадьбу на Крите. И даже, хорошо бы, чтобы у нас было трое детей. То есть выходило, будто их брак дело решённое. Надо только немного погодить. Ну вот, наконец, пора настала. Ну давай, делай предложение. Я жду. И Юля его обняла. Погоди. Он снял её руки с своих плеч. Сел на ту братец. С тобой говорит, садись. Она села напротив. Разговор был в кухне. Послушай. Я заказал гидроплан. Гидроплан Юля помотала головой. Ты хочешь мне предложить покататься на самолёте? Вот именно, радостно засмеялся Митя. Мы полетим на маленьком гидроплане. Тут есть такая фирма. В субботу. Полетим на озеро. Полетаем над водой. А потом приводнимся у дальнего берега. Там есть полуостров Гусиный нос. В маленьком охотничьем домике нас будет ждать романтический ужин при свечах. Кейтеринг уже заказан. Они на машине привезут. А потом мы снова сядем на гидроплан и улетим домой. Уже как жених и невеста. А эти из кейтеринга всё соберут и уедут. Здорово, правда? Здорово, сказала Юля. То есть ты мне предложение будешь делать не сейчас, а там? В охотничьем домике при свечах Митя кивнул. Встал, повернул в полицию, включил чайник. Уж была среда, утро. Надо было на работу. Гидроплан был маленький и красивый. Сидения пахли, как в новой машине. Закат над озером был роскошный. В пол неба. И чудесно светилось окошко в бревенчатом лакированном домике. Столб, белая скатерть, фрукты. Паштет из фазана в виде фазана с перьями. Свечи. Официант разлил вино по бокалам. Спасибо, идите, сказала ему Юля и подняла глаза на Митю. Что? Спросил он. Нет, это я спрашиваю, что? Сказал Юля. Ты что молчишь? Стараюсь осознать момент. Ну, давай выпьем за нашу будущую счастливую семейную жизнь. Поднял бокал и потянулся чокаться. А предложение, сказала Юля. Теперь что, обязательно надо словами? Хотелось бы, сказала Юля. Пожалуйста. Предлагаю тебе руку и сердце. Будь моей женой. Выходи за меня замуж. Что там еще надо? Спасибо, сказала Юля. Я подумаю. Что? Сказал Митя. Да ничего, сказала Юля. Отпила вино, оторвала фазаней хвост, зацепила паштет лопаточкой, положила себе на хлеб. Откусила. Ты думал четыре года. Теперь моя очередь поразмышлять, сказала она, набитым артом. Но я не буду столько тянуть, не бойся. Ну, хотя бы месяц мне надо. А быстрее нельзя? Можно, сказала Юля. Можно совсем быстро. Если совсем быстро, тогда мой ответ нет. Митя поставил бокал и посмотрел на нее очень внимательно. Потому что предложение делают не через четыре года совместной жизни, сказала она, а через неделю после третьего секса. Так мои папа с мамой женились. И твои тоже, уверен. Слетай на гидроплане, спроси. Сучка, грустно, сказал Митя. Кобелек, задумчиво ответила Юля и позвала официант. Счет. Оплачено, крикнул Митя. Встал из-за стола и пошел к двери. Юля смотрела с крыльца, как взлетает гидроплан. Маленький и красивый на фоне солнца, которое краем уже касалось горизонта. Самолетик сделал круг. Пролетел у него над головой. Опять удалился, сделал вираж. И вдруг чиркнул крылом по воде. Подняв тучу багровых от солнца брызг. Перевернулся. Упал в воду поплавками кверху. И стал медленно, или только так показалось, стал медленно тонуть. Слава Богу, эти ребята из Кейтеринга ничего не заметили. Юля вернулась в город на их машине. Дома она долго разбирала шкаф, но потом все-таки решила позвонить его матери. «Анна Николаевна», — сказала она, — «ваш сын, Анна Николаевна, ваш сын», — измолчала, подбирая слова. Но тут с грохотом открылась дверь и ввалился Митя в сыром и мятом костюме. Сел на пол. «Анна Николаевна», — сказала Юля, — «ваш сын сегодня сделал мне предложение». В трубке послышался какой-то ужасный крик. Юля нажала двой. «Вот, видишь», — сказала она, — «твоя мама тоже против». Вот. Такие дела. Вот такие вот дела. А вот у нас есть еще переводы, поскольку... Давайте переводы, так что пускай переводы будут. Давайте какой-то перевод читаем. А, Люда уже ушла, да? Да. Люда ушла. Андрей, тогда, может, с вас начнем? Вот Андрей... У нас вообще такая... Есть постоянно такой существующий проект, кто хочет приходить к нам. Переводы... Сейчас они делают коробки рассказа. Вот. Они перевели какие-то рассказы. Норга, Ралик, некоторое количество. Они перевели коробку Шроза, Льва, Рубинштейна. Вот. Такой... Горчик. Они перевели Горчева и они перевели Леху Моторова. Какие-то его медицинские... О, Леха Моторов, это хорошо. Да. И вот они перевели какие-то рассказы Дениса и Виктора о нем. То есть у нас как-то так разделилась эта группа переводчиков. Кто-то захотел переводить Дениски на рассказы, а кто-то захотел переводить Дениски на рассказы. Получилось у нас немножко того и немножко другого. Вы не против, простите? Да, конечно. Можно? Конечно, да. Я сейчас сяду и делаю. Это будет нам реклама. И это долгоиграющий проект. Это такие переводчики, московские переводчики Саша Борисенко и Витя Соньхин, которые это ведут. Они периодически там каждый месяц 4 приезжают в Лондон и ведут вот эти группы. И у них сейчас появился перевод обе стороны. То есть там есть перевод с русского на английский, такой уже давний. И теперь появился тот перевод с английского на русский. Так что кто хотите и кто чувствует себя к этому предрасположенным и способным, присоединяйтесь. Это очень-очень весело. Я хотела попросить почитать тогда оригинал и какой-нибудь перевод. Андрей, может, почитаете свое? Кстати, я хотела спросить, вы сказали, что можно прерывать. У вас несомненные актерские данные? Вы ходили в кружок? Нет, я не ходил в кружок. Это природа исключительно. Я был такой обояшечка. Я все время пытался, так сказать, девушкам рассказывать разные интересные истории. Я хотела просто сказать, что у вас феноменальный артистизм это настолько чудесно. И, кстати, это чувствуется, когда читаешь рассказы. Ну, я когда читала, это чувствуется. Но когда видишь вас, как вы это делаете, это настолько грандиозно. Спасибо большое. Это настолько чудесно. Спасибо. Мне очень приятно это слышать. Спасибо. Беннискин рассказал взрослый. То есть со времен звонка в кармане был пройден большой времени? Был. То есть смерть шпиона Гадюкина это тоже не документальный рассказал? Нет, конечно, нет. Конечно, нет. Ну, хотя бы слава Ивана Козловского. Это правда? Ну, он, понимаете, там правда вот. Давайте. Сейчас я живот-то уберу. Спасибо, Беннискин. Здравствуйте. Вот. Там, помните, там есть такая документальная, там есть такая одна фраза. Когда я пою, все соседи сбегаются. Вот это правда была. Когда я пел, соседи сбегались и кричали, что что со мной случилось. Вот. Там, по-моему, он почему-то считал, что хорошо петь это громко. Да. Неужели когда Зловский поет громче меня, да? Да, да, да. Я тоже помню. Ну, а кто у нас прочитает? Андрей Иванович, да? Да. Андрей Иванович, да. Нормально, все хорошо. Знаете, как это? Один раз на даче, уже после папыной смерти, я нашел целую пачку писем к нему, какой-то женщиной. Она подписывалась буквой Х. Я вспомнил, что у папы на руке была татуировка именно буква Х. У него было еще пледное яхо на другой руке. Я, когда был маленький, несколько раз спрашивал у него, что значит эта буква. Но он смеялся и ничего не рассказывал. Этот самый Х обращался к папе. Дорогой Бит, то есть Битя. Письма были написаны летом 1937 года. То есть моему папе было 23 года. Столько же, сколько мне, когда я их читал. Они были очень интимные, даже слишком. В 1937 году их никак не отразился. Но меня поразила их взрослость. Это самый Х. Это самый Х был явно меньше лет, чем ему. Она писала, что вроде, ты ведь старше меня, не сможешь конярс, решить посоветоваться, отвечать. Но это были письма совершенно взрослой женщины, совсем взрослого мужчины. У них что-то не владелось. Она жаловалась ему, но у него же странно и жалко. Мне было неловко читать, но я не стал дочитываться. Завязал их в игровочке, как были, и положил в ту же коробку на дно ящика письменного стола. Повы лет через пять я решил все-таки их прочитать. Залез в ящик, а их там нет. Расскал все, что мог. Нет, нигде. Спросил маму. Она подняла гроб, и какие еще письма. Я пытался объяснить. Она так, о коме словами. Она сказала, не знаю, не знаю, ты что же выдумаешь. Одна, что еще лет через пять с режиссером Ильиной Александровной Данной, он сказал мне, хочешь расскажу тебе про твоего отца, про все его приключения. Я сказал, конечно, пожалуйста. Она сказала, да, и не сегодня, но он сказал Ильина Александровна, заболевала и умерла. Она моя мама умерла. И некого спросить, где есть письма, кто был этот хан? Это правда. Тут все правда. Все правда? Абсолютно. Я просто хотела спросить, да? Да, по всем слову. Это совершенно бесхитростно написано все как есть. Были такие письма? Были. Были? Были. Были. А кем была ваша мама? Моя мама была актрисой неудачной сначала. Потом она... Видите, встала... Меня не видно. Надо, чтобы меня было видно. Потом она была... Она была очень красивая женщина. Она училась во ВГИКе у Герасимова Макаровой вместе с Лиозного. И даже у Лиозного в курсовой какой-то работе снималась. Потом ушла. Мой отец тоже был неудачный актер. Они познакомились в гостях у Галича. Сашки Гинзбурга, как они звали его. В общем, что характерно, что я как бы благодарен Галичу за факт своего появления на свет тем самым. Но с ним я никогда не виделся в жизни. Вот так бывает. А с его детьми? С какой-то из его дочек я виделся один раз. Какой-то был такой чаепитие. В квартире в доме композиторов на Биосовом переулке. Но я уже не помню. Алена, наверное, там моя тетя с ней дружит. Вот. Вот. А потом, она была очень красивая. И тогда был основан ансамбль «Березка». И нужна была женщина, которая выходит и объявляет номера. Русская красавица такая. И мама после какого-то много-много-много-много отбора попала в эту вот оборку. Стала этим заниматься. Она объездила много стран. Была в частности в Лондоне. В частности сегодня в Национальной галерее специально пришел посмотреть Венеру перед зеркалом. Потому что это была, так сказать, открытка, которую мама, когда в 54-м году привезла из Лондона. Вот эту Венеру перед зеркалом. Это было, так сказать, мой первый, как бы, так сказать, первое эротическое восхищение. Там, пятилетнего мальчика. Понимаете? Вот, и поэтому я специально посмотрел, так сказать, я перелся на нее во все глаза. Так же, как на эти самые Лепераплюи, вот эти, в самом деле, нуаровские тоже. Это тоже вот на две этих штучки. Вот, и она была, ввела эти программы. Это очень было очень интересно, потому что она, поскольку она была, у нее сложилось очень удачно в этом смысле жизни. Потому что Надеждина, которая была руководитель, дочка Бруштейн, руководитель ансамбля, кто-то там еще, и она как лицо. Главный Блитмейстер, я не помню ее фамилию, какая женщина. И она, это было как бы лицо ансамбля, поэтому она была на всех приемах. Поэтому она здесь вот была на приеме принцессы Маргарет, она была у этой самой, у Этли, она на приеме. Она была у Тита, была у этого самого, там, короля Фарука, там, понимаете, ну и всяких таких подобных людей. То есть она видела очень много, ей повезло вот в таких вот общениях. Вот, а потом она, соответственно, я говорю, что папа мне не успел, так сказать, Дениска испортить жизнь, потому что мой папа, бедняга, скончался, когда мне был 21 год. А ему было 50, не полных, ему было 58 с половиной. Андрей, прочитайте, пожалуйста, переводите. Да, теперь, пожалуйста, Андрей, ради Бога, извините, мы начали болтать. А прочитайте теперь по-английски, только так, погромче, если можно, потому что то бы так читали, и очень слабее. Ам, один раз в датчо, после моего папа, я увидел весь пакет, по-английски, 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 по-английски. Замет, который бы просто лафать и не сказать ничего. Этот очень прекрасный компонент according to my father, предотвращение моего папы. Путинь, мне не повезло. Леттеры были в сентябре, в 1937 году, что мой папа у него был 23 лет, как летом я был, когда я снова читал их. Они были очень очень, 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 очень. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Ну или вот там солнце, северо-восходящее солнце какое-то вот Ну и чего, будем читать или подождем, пока тут вернется Лариса? Леночка подождем А? Леночка подождем Подождем Андрей, вообще у вас опыт есть переводов? Это я вижу Надо побольше, давайте Андрей Лариска, тебя же ждут Всего тут взялось Он же без пробки Он же без пробки Спасибо А может всем раздадим бокал вина? Нет, мне не надо, спасибо Давайте, может, взять паузу, кто хочет, может подойдет Я могу дать кому-нибудь Хорошо, давайте подождем Лариса пришла Ну, Лариса, ждем вас для перевода Да Оля Да, иду Значит, по-русски тоже надо будет читать? Да, по-русски Конечно, интересно Ну, у меня разница со мной и Андреем в том, что Андрей, можно сказать, он у нас... Андрей, можно сказать, что у тебя английский все-таки первый язык, да? Да А я... русский у меня первый язык, поэтому я не носитель языка как такового Единственный не носитель языка в этой компании Нет, а Юля еще и... Ну, Юля... Ну, Люда, да, но Люда уникум... Ну, и она прожила очень много, очень много лет в Америке Ну, я здесь много прожила А что касается Юли, то она переводила, насколько я понимаю, папу Ага, папу, да То есть из лета... Он не папа Маленький рассказ Значит, рассказ называется «Английская падчерица» и «Фантазия и фуга» Да Помните такой, да? Тебе тогда два годика было, рассказывала Анна Викторовна дочери Наташи Я первый раз после родов на гастроли поехала и сразу в Англию Первый раз за границу и в Англию Стою у Тауэра и сама себя щиплю, что это мне не снится Стою у Тауэра и сама щиплю Давайте вы... Хотите так? Хотите я прочитать? Давайте вы прочитайте Ну-ка дайте мне текст, потому что на его нет на бумажке Здесь немного мелковатый, конечно Ничего, разберёмся Ничего, разберёмся Вот это и будет лучше намного, если вы... Ага Пионер Или принц Наташа сидела в ногах дивана Её престарелая мама полулежала, кутаясь в плед Кругом по стенам были фотографии И портреты, и сцены, и спектакли И портреты с автографами поверх манишки по-артистически Всё, не буду больше рассказывать Анна Викторовна прикрыла глаза и попыталась отвернуться Ну ладно, мама, ладно, Наташа погладила её по ноге Кто же он был? Ну, скажем так, деятель культуры Знаменитый, известный, уважаемый Богатый, вполне обеспеченный Какой был мужчина, умница, талант У вас что-то было? Фу, конечно же, нет Одни слова и букеты Но я дура, дала ему какой-то аванс Через год он приехал в Москву За мной Забрать меня Ну и тебя, естественно Забрать с собой И что ты решила? Шепотом спросила Наташа Взгляни в окно, захохотала Анна Викторовна Мы где? В Москве В Москве Теперь поняла, что я решила? Догадалась? А почему? Я любила твоего отца Вздохнула Анна Викторовна А разве ты не любила папа? Разве ты не хотела бы стать русской падчерицей? Но ради будущего Ради моего будущего Ты могла, ты должна была Какого ещё будущего? Анна Викторовна снова засмеялась Москва столица мира Гагарин в космосе Скоро будет коммунизм Разве сравнишь с этим тухлым западом? Даже смешно Особенно сейчас Сказала Наташа Обхохочешься Извини, не рассчитала Сказала Анна Викторовна Утирая слёзы Но я папу твой любил Извини ещё раз Деятель культуры В таком-то году был в Москве Наташа его вычислила Примерно С большой вероятностью Писатель Из тех, кого в СССР называли прогрессивными После смерти матери Она поехала таки в Англию Дом-музей в пригороде Открыта по вторникам и четвергам Седая леди пояснила Здесь Седая леди пояснила Вот кабинет Вот библиотека Вот любимая трубка Кроме Наташи Других посетителей не было Здесь он написал свой знаменитый роман Польская падчерица Говорила леди Содержание Английский писатель Знакомится в Лондоне С польской актрисой Приезжает в Варшаву И приводит её К дочери К себе Вся книга о том Как маленькая полька Становится англичанкой Роман написан В 1955 году В каком году? Спросила В 55-м А в 63-м Он ездил в СССР? Ездил, конечно Сказала леди На презентацию перевода Этого романа Я не читала Сказала Наташа Вдруг по-русски А мама, наверное, читала Препрашиваем неразумение Сказала леди по-польски Ну, конечно, мне не сравнивать Нет, от вас этого не требуется Совсем От вас требуется Перевод Перевод Ну, не судите строго Сказала Я не думала Я не думала Я не думала Сказала 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 Анна Викторовна Сказала 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 к себе. «Как тебя зовут?» – спросила она. «Митя», – сказал он. «Я только на два дня, тетя Наташа». Конечно, он не переехал ли в какое общежитие. Она пришла к нему в постель на вторую ночь. Он был наивен и прекрасен. От его кожи шел сумасшедший запах дальней речки, костра и сена. Он был добрый и нежный мальчик, и так было года три. Потом он вдруг повзрослел, нашел хорошую работу в крупной компании. Стал носить строгие костюмы. Еще через год она почувствовала, что у него кто-то есть. Он стал то слишком веселый, то мрачный и злой. Отвечал не в попад. Часто спал отдельно. У нее не было сил выгнать его. Да и он не очень-то убегал. Ему было удобно вот так жить. А ее жизнь превращалась в ад. И она все думала. Вот исполнится мне 51 – и выгоню. 52 – и выгоню. Последний нонешний денечек. Как стыдно, как невыносимо стыдно. Все это за полсекунды пронеслось у нее в голове, и поэтому она сказала. Дорогой Митя, может быть, у вас в Липецке так принято? Не знаю, не в курсе. У нас в Москве так не принято. До свидания, дорогой Митя. Маме привет. Нет. Закрыла дверь перед его носом, щелкнула задвижкой и пошла в комнату. Вышла на балкон. Увидела, как этот самый Митя понуро вышел из подъезда. Переложил сумку из левой руки вправо. Потом надел на плечо. Потом снова снял. Нелепый маленький мальчик. Ну разве так можно? Митя, крикнула она с балкона. Вернись на минутку. Митя, сказала она, сними номер в дешевой гостинице, в хостеле. Их тут полно вокруг. Вот, держи. Она сунула ему оранжевую бумажку. До четверга хватит. Что вы, не надо, что вы? Он стал отпихивать ее руку. Она взяла его за пуговицу и притянула к себе. Вот такой грустноватый рассказ. Вот такой рассказ тоже грустноватый. Но ничего. Называется «Полулюкс». «Не хочу уезжать», вдруг сказала Ася. «Я тоже не хочу», радостно откликнулся Рома. «Они приехали в пансионат Дубки на неделю. И вот неделя кончилась. Надо было идти на завтрак, потом собирать сумки и топать к автобусу». «Тогда сделай, чтобы мы остались еще дня на три», сказала Ася. Это оказалось не так просто. Но Рома договорился в дирекции. Ведь был конец 80-х. Времена еще советские. Обо всем надо было суметь договориться. Дали полулюкс. Почти вдвое дороже, еще надо было приплатить сверху. Денег хватило и два, и два. После обеда Рома перетащил сумки в номер с лишним диваном и двумя креслами. Вот и весь полулюкс. Рома был счастлив. Во-первых, Ася сама захотела остаться. А главное, он гордился, что может всего добиться для своей женщины. Ася это оценить. Они встречались уже давно, но никак не могли решить, что делать дальше. Они и в пансионат поехали, чтобы получше познакомиться и что-то понять. Это Ася сказала. Это была ее идея. Слава Богу, в полулюксе была большая кровать. А то в прежнем номере были две сдвинутые койки с жесткими крыльями. Вечером Рома первым пошел в душ и ждал Асю уже под одеялом. Она долго возилась в ванной и в прихожей, а потом зашла в комнату, совсем одетая и с сумкой. Я, конечно, сволочь, сказала она, но я хочу домой. Рома вздохнул. Он привык к Асиным закидом. Да, сказал он и сел в кровати, однако. Я устал, между прочим. А ты оставайся, сказала она. Ты мне совсем разомнравился. Бегал, суетился. Весь такой потный, перепуганный, а потом такой счастливый, как будто не полулюкс выцарапал, а замок в Шотландии гупил. Ну, прости, не обращай внимания. Я просто такая гадина. Я пошла. Погоди, сказал Рома, время полдвенадцатого. Автобуса нет, такси не поймаешь. Ложись давай. Только ты не будешь ко мне прикасаться. Здесь два одеяла, пробурчал Рома. Нет, лучше я лягу на диване, сказала. Утром она вышла из душа полуголом и сказала. А я думал, что ты меня и забьешь, и отдерешь. А то давай попробую, Рома возмущенно приподнялся в постели. Не надо, посмелся, не получится. Растопырила ноги, подтягивая трусика. Прыгнула в брюки, надела сито. Через пятнадцать лет Рома узнал через общий знакомых, что Ася живет одна, болеет, зарабатывает мало. Не утерпел и позвонил. Тем более, что он недавно развелся. Можно заехать? Конечно, давай. Когда она открыла ему дверь, когда он увидел эту располневшую тетку, у него дыхание перехватило. И слезы полились из глаз. Он прямо в прихожей обнял ее, поцеловал ее губы, щеки, глаза, руки, плечи и сказал. Ася, я не могу без тебя жить. Выходи за меня замужем, пожалуйста. Она спросила. А ты не будешь мне мстить? Он сел на табурет и думал целую минуту. Потом сказал. Буду. Потом и расстаюсь.